Бойлер Electrolux. 50 литров Royal модель. Два тена. Регулятор-термостат. Два выключателя на два тена. Плоский овальный бойлер. Хороший бойлер, но был, но буду выбрасывать. Горят тены и нюанс, что он прокапывает. И так ничего никто не мог сделать. Фирма Electrolux сделана в Китае и дает это о себе знать. Значит, 50 литров. Перекрыл воду полностью холодную и горячую в доме. Открыл кран на горячую. Там слилось пол ведра где-то воды. Слилось, может чуть больше. Открутил шланги. Открутил шланги и сейчас вот этим рычажком нажимаем на рычажок и сливается вода. Так, чтобы не держать, он поворачивается в эту сторону. И все. Шлангу открутил, потому что бежало по шланге. Мимо лидра получается. И вот таким макаром сливаем воду. Потом снимаем. Буду устанавливать не китайский. Надоел Китай, честно скажу. Просто. Хороший, красивый бойлер, но буду устанавливать Арестон. Купил Арестон, установлю, сделаю видео, расскажу как подключать. И что сделать, защиту как поставить. Для того, чтобы не ударило током, чтобы было можно купаться даже при включенном бойлере. Поставлю такую защиту. Потом покажу. В принципе, тут стояла такая защита тоже. Но в Арестоне такая не идет. Тут вот стоит вот такой блок. Тут стоит в комплекте идет такой блок. Он отключает, только отключает. Это защитное отключение. Включения тут нет. Он отключает, самому тут не отключается. Отключить нельзя просто. Если защита отключила, тогда включается эта кнопка. Раз. Значит, что это за блок? Если перегорает ТН или короткое замыкание, он отключает бойлер. Если пробивает фаза на бак, это уже получается, что фаза на воду попадает. Он тоже отключает. Поэтому при этом с этим блоком можно без проблем спокойно купаться. И потом солью. Значит, с Арестоном такой блок не идет. Я уже был в магазине и присмотрел там одну штуку. Автомат на фазу и на ноль. с отключением блуждающих токов. Установлю, покажу, сделаю второе видео. Вот так вот сливаем воду, потому что тяжело 50 литров. Сливаем. И снимаем потом бойлер. Там останется где-то пол ведра воды в нем. Максимум литров 8, может 10, но снять уже будет его без проблем. Значит, Арестон ставлю на 30 литров, потому что есть котел двухконтурный. И думаю, что котел дает теплую воду. И так думаю, что летом мне включать котел. Поставлю еще бойлер на 30 литров. Установлю, покажу, как подключается и как поставить вот защиту. Все, подписываемся, если есть желание на канал. И через несколько дней будет видео. Подключение установки Арестон, Эво, Арестон, Эво. 30 слэш 3, 30 слэш 3, Арестон. Пожалуйста. Пожалуйста.